Приветствую всех, мои дорогие друзья! Мы с вами сегодня будем делать выживание! И выживание мы будем делать в новой игре, в главном конкуренте Мафии GTA 3. Эту игру могут искренне ненавидеть фанаты Мафии, потому что именно из-за этой игры Мафия продалась таким малейшим тиражом. Она фактически затмила легендарную, любимейшую нашу игру, но эта игра тоже по-своему легендарна, уникальна и внесла огромный вклад в развитие жанра. Мне несколько человек уже писали и говорили, давай выживание в GTA 3, давай контент в GTA 3, пожалуйста, делаю все для вас. Вы также можете писать по какой игре следующие порции контента вы хотите увидеть, а суть этого выживания заключается в том, что мы берем оружие и пытаемся как можно дольше выжить против полицейских и против другого отребия, который будет пытаться нам испортить жизнь. Но вряд ли кто-то еще позволит себе такую дерзость, ведь мы имеем очень высокий статус в этом городе. А-а-а! Что? А-а-ха-ха-ха, да. Я же совершенно не то оружие выбрал. Так, 30 звезды это уже серьезно. Кстати говоря, очень хорошая машина вот эта. Я на ней прям всю сюжетку прошел почти. Так, хорошо. Уникальная ситуация сейчас получается в том, что в GTA Vice City мы не могли взять 2 штурмовые винтовки. Почему я сравниваю с GTA Vice City? Потому что GTA Vice City это первая игра из серии GTA, который я прошел. И только лишь после того, как я прошел все GTA, я обратил внимание на GTA 3. Вот такой вот нелепый момент. И вот это вот М16, это самая аннигилирующая, самая невероятно убийственная пушка, которую я когда-либо видел. О, ребята, малость не повезло. Какое хорошее место. Да я тут могу выживать до посинения. Так. Тихо. Быстрее я собью. Хм. Ну, если по скорости сбития вертолетов, там, конечно, минигану равных просто нет в Сан-Рейсе. Но тут минигана нет. И, в принципе, эта пушка справляется лучше, чем миниган в Vice City. Так, у нас тут бочка на взрывается. А, что взорвалось-то? Э? Старину по бочке взорвалось что-то там. Это, видимо, вертолет. Ну что, давайте, опять завелся. 59 хп у меня всего-навсего. Давайте, покажите свою крутость. Липертиситевские потаскушки. Где вы там? Ну что, там все взрывается-то? Блин, ну такая веселуха, а я не могу пойти посмотреть. Ах, вы специально. Специально меня заманивает. Специально, чтобы я вышел, посмотрел, что там взрывается. Знаю я вас, вроды. Блин, а получается ведь у вас. У! Молодцы! Почти проехали мне по голове. Так, ну может быть там все уже исчезло? Так, дальнейшей стрельбы хватает. И такой звук. Как будто бормашина прям. Он мой! Ну конечно, конечно. Твой будет писюн чертов в аду. Что, еще что ли одна вертушка? Да вы что, прибор. Давайте грузовики! Какие-нибудь звездолеты, звезда смерти. Ну же. Ребята, как-то кисловато. Я ожидал увидеть чересчур жесткое сопротивление. Уру! Ой, 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 ой. 38 хп. О, как я выжил-то! Я думал, что все фиаско. Так, я прячусь. 13 хп! Очень мало. А-а-а-а, нет, ну я был так близок. А-а-а, черт возьми. Ууу, друзья, ну что, давайте еще попробуем поиздеваться над ними. Теперь у меня есть броня, у меня есть оружие. Причем огромное количество оружия. Ууу, здорово, так же даже гранатолёт есть. И попытаемся выжить со всем этим арсеналом. Я ввел чит-код на все оружие. Ганс, ганс, ганс. Причем не просто так нужно вводить три раза. Потому что последующие разы, которые вы вводите, вы вводите просто один ганс. И вы получаете, получаете, получаете столько патронов, сколько вам необходимо. К сожалению, чит-кода для GTA 3, где бы у вас был бесконечный безопас патрон, его просто нет. Да и в принципе читов для GTA 3 мало, если сравнивать с GTA City и с Андресом. Но оно и понятное. Игра появилась раньше. Так, что? Буду дебоширить. Буду дебоширить по полной программе. Так, ну не такие же патроны тратить. Вот такие, сам раз, две звезды и уже лучше. Давайте, давайте, давайте. Тут такой дебошир убивает всех вокруг. Сделайте хоть что-нибудь с этим. Так, я сейчас постараюсь максимально нагло действовать, потому что настрой площадки там слишком читерное место было. А вот тут, вот на стояночке. О, давай. Как будто Тони Монтана обкурился. Так, три звезды уже лучше. Вы меня начинаете уважать и опасаться. Ух! Хотя после этого действия я сомневаюсь. Что ж такое-то? Не, похоже. Очень плохая идея. Да что ж такое-то? Реально дерьмовая идея. Очень плохая идея. Максимально плохая идея. О, я думаю, что я сдохну сейчас. Нет, максимально тупая идея. Ищем новое место. Вот что за несправедливость? Я не понимаю. Почему автомат Калашникова такой слабенький, а М-16 такой убийственный? Что за патриотизм сраный, а? Ох! Ну ладно. Третий раз он будет самый сочный, самый вкусный. Вот, я как раз избрал себе место. Если нам будет слишком много полицейских, мы можем один же дончик убрать. Правда, это не имеет смысла, потому что сразу после уничтожения машины будет новый же дончик. Так, ну что, копченые? Я тут взрываю таксишки. Хм, вам плевать, да? Так, это что за огромный уровень доверия к моей персоне? Ребята, это несерьезно. Я тут такие вещи творю. И всего лишь одна звезда? Хм. Видимо, это подобное. Ой, да че париться? Этот идиот просто на пустыре стоит. Мы сейчас его переедем много раз, и все. И он снова успокоится надолго. А вот нет. Я теперь вам такой радости не дам. Ну, покуражились один раз. Нужно же было понять, насколько сильный искусственный интеллект. И да, они довольно жесткие. И очень правильно действуют. Ой, вот это было, конечно, глупо с моей стороны. Так. Так прострелить невозможно. Хорошо. Один выстрел, а один друг. И охренеть просто. А у него убойность, как у снайперской винтовки, а скорострельность, как у, блин, гвоздемета какого-то космического. У ДЫ! Ээээ, кто ж тебе права-то выдавал? Так. Копченая стрекоза. Тихо-тихо-тихо, ни хури, на все! Как он точно стреляет! Ее, три обои в него нужно всадить, чтобы сбить. Ровно сто восемьдесят патрон из М-16 нужно всадить в вертолет, чтобы он взорвался. и всего 40 с лишним патрон нужно для того чтобы сбить когда сан-дрес вертается с минигана и че такая тишина даже гражданский машин до сих пор ездит чп в городе огромное чп какой-то псих расстрелить все вокруг а чего не копченый кучили что ли где танки где хаммер и где фбр как красиво не болит ли почему взывалось два раза ничему меня жизнь не учить черт возьми ну ладно друзья вот так вот мы покуражились пишите пожалуйста в комментариях какая игра следующий будет для выживания если вы хотите продолжить в gta 3 то пишите сценарий как именно вы хотите чтобы это произошло сколько по времени давайте хоть кидать какую-нибудь челлендж давайте давайте побольше интерактивчик побольше комментариев напишите дельных я обязательно самые крутые комментарии лайк на отвечу на них и возможно если захотите то некоторые комментарии даже зачитаю на следующем видосе все под друзья всем пока успехов удачи не грустить не болеть не скучайте играйте только в самые лучшие самые задорные игры пока пока